Как завещал Иван Яковлев, сегодня в Чувашском педагогическом университете говорили о традициях Симбирской школы в современном образовании. Там прошла научная конференция, слушала и делала выводы Ольга Пырычкина. Иван Яковлев еще сам учился в гимназии, когда на деньги от репетиторства открыл свою первую частную школу для деревенских детей. Тогда он, конечно, не думал о зарплате, стимулирующих, нагрузке в часах или престижности профессии учителя. Зато думал об учениках. И это, пожалуй, главная традиция Симбирской Чувашской учительской школы. Одна школа перевернула все сознание и всю нашу самобытность и, соответственно, дала нам толчок, источник жизни и развития. Мы сегодня бережно храним и их традиции и перенимаем тот опыт, особенно опыт, когда учитель был непосредственно связан с жизнью сельского жителя, непосредственно связан с жизнью ребенка. Этот год у нас посвящен 170-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева, и поэтому многие мероприятия, которые проходят в Чувашской республике, они посвящены как раз не только тем великим делам, наследию Ивана Яковлевича Яковлева, но и, конечно, и созданию той сети школ, которые, по сути дела, зародили подготовку кадров. Доклад доктора исторических наук Льва Ефимова о женском образовании, которое начало развиваться в Чувашии, тоже благодаря просветителю. Иван Яковлев писал, в жизни у Чувашии женщины имеют такое же значение, как и мужчины, и даже больше. Чувашка работает на полях наравне с мужчиной, воспитание детей ложится в основном на ее плечи. Мне казалось несправедливым, что в то время, как мужчинам открылась дорога к просвещению, женщины оставались в невежестве. В традиционный период образовательный уровень Чувашских женщин составил всего 4%, поэтому Яковлев поставил такую задачу, чтобы больше вовлекать девчонок в школы. И привлекал кадры, прежде всего, из среды, из своих. Супруга была наставницей первой, Наталья Алексеевна Яковлевна, была первой учительницей в Симбирске Чувашской школе. За полтора века система образования в России сильно изменилась, но главный принцип учителя, пожалуй, прежний. Самое главное – стать преподавателем интересным для детей. Не просто рассказывать им так нудно и скучно предмет. Это должно быть интересно, чтобы в их глазах закрылся небольшой огонек. И пока будущие педагоги так думают, образование в республике в надежных руках. Все, как завещал патриарх Чувашской культуры. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.